Так, не голодаю. Как будто хороша. Просто для сладкой жизни. Еще полмешка. Да вы что? Бесец и обосрался. Нету, есть. Волосики подрихтуют. Ну, так получилось. Модный так. Это вообще ублюдочный. Все, как я и говорил. Ну, максимум. Ты страдал, красавчик. Йо-хоу. Вроде бы не провалюсь. Доедем. Сейчас все расскажу. Плачу. Йопи. Так, так, ребят. Покажу нашу голодную нищенскую жизнь. Совсем чуть-чуть. Молоко. Но это сейчас слить в холодильник. Из этого же молока надо сейчас снять творог в пакеты, запаковать. Сыр свежеприготовленный. Так, так и голодаем. Да, желачка. Да мой красивый. Привет. Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Как всегда, очень и очень рад вас видеть. В первых же строках нашего маленького доброго видео хотелось бы сказать вам огромное спасибо за поддержку на последнем стриме. Стрим этот уже загружен на Бусти. И кому интересно, переходите, смотрите, пользуйтесь. Каждому подписчику Бусти. В платной подписке огромное человеческое спасибо за поддержку. И на, соответственно, для вас индивидуальный контент. Снова пришла та благословенная пора, когда мы снимаем наше очередное видео. Погода, погода вроде способствует и надо бы делать забор. Но все немного перемешалось. Иришка попросила, надо съездить туда-сюда-туда. Короче, сейчас вот это все проедем, а дальше уже посмотрим. Но, 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 надеюсь, дойдет очередь и до забора, хотя бы частично. А пока поехали. Ребят, ребят, погода говно, но это ничего, выезжаем, надо купить цемент, чтобы все подготовить к последней заливке или опалубке. И купим корма, еду и кое-что еще. Ребят, приехали в Победу. Ой, ну что-то какое-то непобедное настроение, холодно. Дима, я думал, тут, ну как всегда, ну что-то еще ветерок, если бы ветерка не было. Вообще не алло. Офиг, хватит, хватит. Ну, частить тоже зачем. Может, на этот, селедку под шубой сделать, или, к примеру, крабовые палочки. Ребят, ребят, купили корм Джорджу и другим животным, купили хлебушко нарезки. У нас же есть тостер. Теперь мы зажигаем. И что-то мы купили еще. Сахар, просто для сладкой жизни. Все. Ребят, ребят, следующая месяц, тут очередь. Приехали, приехали покупать зерно. Еще не закончилось, решили сделать это все несколько раньше. Еще пол мешка осталось, то это, в принципе, на полнедели, но пополнить запасы кормов жизненно необходимо. Иришка пошла оплачивать, а я жду вот в очереди. Ебтель. Давай заедем, спросим, есть сена, по чем? Ксена, сена. Они сегодня выходные, наверное. Ну, заедем давай. Сена у Черниговского. А я слышала, что они здесь заслужили. Да вы что? Ну, сейчас, ну, подъехали. Я что-то говорил же, ну, подъезд, я знаю, почему. Говорить не буду точно, ну, просто, я тут рядышком. Я понял, спасибо, до свидания. Хорошего дня. Отлично, Константин. Проблема ж не в том, что еще сена есть, нету там, его у нас сейчас пока ложить некуда, или в целлофан вообще, но оно тоже запариться может. Ну, узнать надо, как бы знать. Пишет, пишет, не пишет. Писец обосрался, на руки положил. Сена приехали узнать, есть, нету, есть. Вот в таких тюках, ну, вопрос цены, но сейчас закрыта контора, потому что мы свой лимит забрали, а нам надо еще, еще и еще. Вот это погода, нелетная. Ребят, решили дядьку Андрея подстричь, но у нас, как всегда, день зарплаты, день подстрижки, поэтому я сейчас стану, несказанно красивым, преображусь, волосики подрихтуют, ну, а что из этого получится, посмотрите сами, сейчас я покажу, что есть, вот такой вот ужас. Скоро все станет гораздо лучше. Ребят, преобразился, надеюсь вам понравится, как тупой еще тупее фильм, под горшочек, ну, так получилось, иду до Иришки, она в магазине для бедных и нищих, сказала, будет ждать там. Огонь, нет, цвет не такой, не модный. Почему очень модный? Модный такой, цвет какашки. Да. Короче, ты хочешь стать, наконец-то, модной, элегантной, и поразить весь мир, своими изысками. В конце концов, сколько можно завидовать, просто уже думать, купи себе, просто. Да, и не завидуй. Купи себе. Это вообще ублюдочные. Ну, это и есть. Смотри, две полосы, все, как я люблю. Не, ну, ты же понимаешь, не всегда мода прекрасна, она просто, ну, как вот, просто это модно. Вот, она слишком объемная. Ну, да. На большую голову, 62 размера. Не, ну, она как бы сама по себе вязко-толстенькая. А, ну, видишь, вот 500-ые висят тут, ну, да. Ну, она так и должна, висеть. Ах, ты мелочная. Сегодня, 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 ребятки, мы приступаем к самому, наверное, нежелаемому. Опять, снова у нас будет забор, которым успел надоесть я и вам, и, соответственно, себе. Сейчас покажу, что у нас осталось, и что предстоит в планах на сегодня. Пошло все в жопу, сяду на коня и ускочу куда-то, не меня. Детнем с огнем, не сыщите меня. Дело, дело в том, ребятки, что сегодня предстоит работа гораздо больше, чем предстояло ранее, потому что обычно я делал пролет от столба до столба три метра, и это, это было, ну, максимум на один день или на одно видео. сегодня предстоит залить сразу два пролета, но, так как это эти пролеты завершающие, нет смысла откладывать и переносить, надо напрячься, стиснуть волю в кулак и сделать это немыслимое задание. Ну, во всяком случае, для меня времени мало, возможностей тем паче, но будем пробовать совершить невозможное. Тут у нас, тут у нас уже все забито околом, осталось только забить раствором. песка нет, поэтому карьер. Обычно привожу с карьера порядка трех мешков, ну, по три ведра. Сегодня, как минимум, четыре, надо, иначе просто песка не хватит. у Жоры, у Жоры страдания, увидел, что я уезжаю. Страдал, ты страдал, Жорочка, да я же приеду, матишься, я же приеду скоро. Вот, хотел сказать, человечище, ну, наверное, даже это слово актуально в данной ситуации, красавчик. меня отрули, ты любил, дарил внимание, если ты, купил, меня отрубил, теперь все время смею ты. Ребят, ребят, сейчас, сейчас проблема будет в том, что песок мокрый после дождей, песок тяжелый, а машина не самой высокой производительности, или как грузоподъемности, там колеса сразу сплющаются, ей очень тяжело, но возьмем все, что мы можем взять в этот раз. Надо сегодня кров из носу закончить то, что я вам показывал. Блин, у нас какой-то туман, неожиданно, наверное, неприятно, но как есть, охренеть. Цирк, цирк, туман, туманище, как молоко, охренеть. Я боялся, что тут размокнет, сильнее подъехать нельзя будет, надо будет носить мешки, но вроде как не так и страшно, хотя лучше проверить. да нет, вроде бы не провалюсь, а то знаете, знаете, как может быть, ну типа а-ля песучие, сыпучие пески, засосет не вылезешь. Нормально, кто-то уже приезжал, тут прям грузовичком похоже набирал, фух, обсыпал песок, соответственно, соответственно, мне набирать будет гораздо проще. теперь, теперь, пожалуй, самое сложное, ребят, накидать песочек в мешочки, мешочки на пупочек и складываем это все в багажник. Ну и перемещаемся в личное подворье. Четыре мешка взял, по-хорошему, надо все наполнить, загрузить и попытаться довести. Колеса слабые, но будем пытаться сделать все, что можем, по максимуму. Три мешка набрано, ребята, чтобы пупок не рвать, на горбу нести не буду, близко как бы относительно не подъехал, побоялся застрять, будем тянуть волоком. Дорога, снег, луна, дальний, я туман, ты тайный, все фатально, встречка, давай детальный, заправка, лопопка, парламент, лайс, красный танки, гром, дождь, аквариум, гарантии, злость, акваминин, валю, горы, крабер, помехи, четвертый трек, бомбер, тепло, грусть, трек, спидометр за стол, еще по-божески, а вот с этой стороны как-то так, доедем. Японский бог, казалось бы, работа не велика, килограмм 300, наверное, загрузил, столько же придется выгрузить, что-то как-то тяжело, старость, ебрель. Шедевральный кадр не получился, хотел гальмануть, но груженая машина, при том, когда она хорошо гружен, она впивается в землю, вцепляется в нее и характерных пробуксовок не происходит. теперь, ребятки, лишь бы хватило на сегодняшнюю заливку, чтобы не ехать еще раз, больше грузить без вариантов, хотелось бы, конечно, но рискнем и надеюсь, что того, что я набрал песка, будет более чем достаточно. Весь город, ребят, в тумане, осень, ебкиль, есть какой-то изыск, в этом, но лучше, лучше без тумана. приехал, ребят, сейчас выгружаем песок и у меня уже появилась новая миссия, которая вообще не вяжется с теми планами, которые я успел нарезать, сейчас все расскажу. В общем, ребятки, хотел выгрузить песок, а потом рассказать, что же произошло, почему планы мои немного сдвигаются, но решил сначала рассказать, чтобы не держать вас в неведении, а потом выгружать песок. Дело в том, ребят, что позвонила Иришка и сказала, срочно, 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 пакуй творог, пакуй молоко, короче, пакуй все, что у тебя есть и отвози славной, доброй подруге. Она хочет кушать творог молоко, а нам, как нельзя кстати, будут деньги. Поэтому, соответственно, пока есть такая возможность, откладывать это нельзя, отвожу молочную продукцию и только потом приступаю, не приступаю, уже судя по времени к заливке опалубки, получится ли, оставайтесь с нами, ребятки, и все узнаете. Ну, откровенно, откровенно говоря, не в тему, просто пиздец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, ребятки, все, песок весь выгружен, в принципе, все готово к заливке, но, как вы уже знаете, появились другие планы, короче, короче, как-то так, Жорка сбег, калитку открыл, пока закатывал, Жора, давай домой, ах ты мелочь пузатая, Жора, а вам, наверное, не видно, он отскачет. Я его зову сюда, видите, в какую сторону бежит он. Ну, исходя из того, что он доминант, Буся бежит за ним, ну, тоже не откликается, ждем. Уже почти 10 часов, боюсь, заливка не состоится, ну, сейчас, конечно, посмотрим. Пакеты. Очень, очень жалею, ребят, что вчера не привез песка, потому что думал, что сегодня все в одном, получится одно полноценное видео, а вчера все равно не получилось бы, ну, как максимум бы привез песка. Блин. Короче, сейчас вешаем творог, посмотрим, сколько денег нам гребсти с потенциального потребителя, и, в принципе, наверное, все. Кило 700, в ценах не ориентируюсь, сирийская занимается этим, ну, рублей 400, наверное, килограмм, могу путать. Опа. Вот оно, вот оно, говно мелкое. Ах ты, гадость такая. Приеду, потом загоню. Ой, ребят, сегодня день, короче, выдался на колесах, какой-то, все время куда-то еду, какие-то движения, все не дома, и отдачи, как таково, немного, просто вот эта процедура поездки, она съедает много времени, а как результат, шик, но все равно, это все делать надо, в любом случае, как бы того, хотелось бы, не хотелось, короче. сегодня, ребят, сегодня без денег, сейчас объясню. просто, просто, ребятки, своим ребятам, мы склонны давать в долг, потом, когда-нибудь, не важно, главное, что товар уже, как бы, оприходован, поэтому, ну, наверное, примерно около рубля сегодня заработано, к дополнительным нашим доходам, или это дополнительный доход, короче, жизнь, как всегда, налаживается, кайф. Теперь, теперь, ребят, самое главное, мне надо загнать, Жорика с Буцкой, чтобы не забежали куда-нибудь, потому что, если калитку я закрою, они, уже не зайдут, а мне сейчас надо уже, как бы, в комнате, дела, делишки, все такое, и Жору надо ловить, любым способом. Вот они, вот они, вот они. Жора, домой. Вот она, Буся. Смотри, цари короли. Блин. Опа. Жора, что за фигня? Что за фигня? Вот гад мелкий, вот гад. Жорка, ах, ты ж мой касавчик, ах, ты ж мой касавчик, ты мой пинц, маленький добрый пинц. да-да-да, заходим, Жорочка. Давайте. Слава богу. Думал, придется ловить, загонять, все оказалось, гораздо проще. по тебе любимый плачу, значит, жизнь как будто хороша, ты кайфуй, моя душа, никогда не унывай, песню напевай. Ну что, ну что, ребят, я дико извиняюсь, я был неправ, или как правильно сказать, обещал сегодня, собирался, обещал залить опалубку, но, к сожалению, что-то пошло не по плану, и судя по хронометражу, того, что я наснимал, на видео это более чем достаточно, поэтому, к сожалению, закругляемся на сегодня, заливка опалубка, очень сильно надеюсь, что произойдет завтра, лишь бы погодка не подвела. Короче, всем пока, добра и хорошего настроения, не забывайте подписываться на Boosty, оставаться с нами, и всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok